Как сообщает Башхортостан Стат, накануне Нового года подешевели более чем на 3% конфеты. Но правда подорожали при этом овощи, а также сыр, макароны, молоко, яйца. Стоимость же коммунальных услуг ЖКХ выросла за первые 10 месяцев на 9%. Тарифы на 3,8%. Причем физический объем услуг при этом не изменился. Вот так и живем, как предупреждал в свое время незабвенно Фридрих Ниши. Все поздается в сравнении. Попытаемся и мы сделать подобный анализ в формате послесловия, но только не знаковых событий минувшей недели, как обычно, а уходящего года в целом. И помогут мне в этом сегодня мои собеседники. Политолог Николай Евдокимов и политтехнолог Андрей Паталийцев. Добрый день и вам. Здравствуйте. Кстати, Андрей вот запнулся на свой политтехнолог. Подумал, что как-то не солидно именовать так человека, чей ютуб-канал по просмотрам собрал впечатляющую статистику более 8,5 миллионов просмотров. О такой цифре даже не всякий, наверное, телепроект БСТ может мечтать, как мне кажется. Вот настоящий человек телевизор. Как вас теперь именовать-то? Нет, нет, нет. Я все-таки предпочитаю при своем оставаться. То есть политтехнолог? Пускай так будет, да. Потому что это на самом деле такая ни к чему не обязывающая, но весьма такая обширная и охватывающая многие аспекты характеристик. Так что пускай так остается. То есть человеком-телевизором быть не хочу. Ну да ладно, ладно. Начнем. Итак, предлагаю. Сегодняшний формат. После слове к году уходящему в целом. Что запомнилось позитивнее, чем наоборот огорчились в особенности. Но начнем, тем не менее, с самого заметного события минувшей недели, ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Вот лично себя я поймал на том, что ждал ее без прежнего интереса и азарта, свыкший, видимо, с традиционной формой подобного действия. Вам же предлагаю ценить сказанное главой страны через призму восприятия усредненного финца. Вот без привязки к большой политике, с точки зрения местечковых потребностей. Кто начнет? Ну давайте я попробую. Хотя, мне кажется, в общем, никто уже года 3-4 не ожидает каких-то сенсаций от пресс-конференции. Они давно уже стали явлением таким привычным и где-то даже, наверное, рутинным для большинства, ну средних, как вы говорите, уфимцев, да, или средних россиян. Потому что вот те данные, которые вы озвучили, Росстата, там жизнь сладкая стала, да, это же намного важнее на самом деле. То есть когда мы сладость жизни ощущаем, мы как-то меньше следим за тем, что там говорят представители политической элиты или даже президент. Но вы юрой не уловили в моих словах? А вы в моих. Понятно. Поэтому я считаю, что, ну если говорить о непосредственной пресс-конференции, то если рассуждать с точки зрения вот бывателя, да, уфимца, то тогда, ну, наверное, что может интересовать в первую очередь большинство людей? Да, это, я думаю, что это все-таки какие-то социальные аспекты. Потому что мне приходилось слышать от рядовых, как вы говорите, уфимцев, вопросы, ну, из категории, подкинет Путин еще 10 тысяч, там, или не подкинет на Новый год, вот такого плана, да. И в этом смысле, наверное, люди оказались, может быть, где-то разочарованы. Хотя я, честно говоря, не ждал никаких существенных социальных каких-то прорывных вещей, которые мог бы президент сказать. Ну, конечно, это о QR-кодизации, да, так называемой. То есть о вакцинации населения, о вот этих вот законопроектах о QR-кодах. То есть мы должны ведь понимать, что люди в основной своей массе, они не следят за законодательной деятельностью Государственной Думы. И они знают только о тех законах, которые присутствуют вот, ну, действительно, в медийном пространстве очень активно. А закон о QR-кодах, он действительно вызвал определенный резонанс. В отличие, например, там, на мой взгляд, от не менее важных, например, законопроектов Кашининникова-Клишиса о местном самоуправлении, там, или организации публичной власти в регионах, которые, в общем-то, по большому счету, никто не знает. Вот, я думаю, в этом смысле вряд ли люди услышали то, что они хотели услышать. Но, тем не менее, как я это вижу, пресс-конференция носила достаточно четкую структуру. И, как и несколько лет тому назад, президент вновь сделал акцент на внешнеполитические моменты, на внешнюю политику. Ну, в общем-то, наверное, для каких-то категорий граждан это важно, и это работает. Просто мы должны ведь понимать, что люди у нас тоже разные. То есть нельзя сказать, что все ведь одинаковые мысли, да, в одинаковых парадигмах. Нет, то есть для кого-то это было, наверное, существенным. Плюс я бы сказал, что он и в политическом моменте уделил много внимания, больше, чем обычно. То есть когда начал, например, рассуждать о целостности России, о том, что подорвать Россию можно в том числе изнутри, проводить исторические параллели. В общем, обычно все-таки социально-экономическая повестка доминирует. В этот раз мне показалось, что внешне и даже внутрь политическая повестка доминировала над ней. Ну вот, а что касается каких-то вот инициатив, да, заметных, да, или тех вещей, которые могли бы быть интересны с точки зрения социальной поддержки, ну, их не было в этот раз. Посмотрим, может быть, они будут связаны с посланием. Мне кажется, что в последнее время акцент вот в этом контексте больше делается на посланиях, которые президент озвучивает в начале года. — Понятно. Андрей, а у вас восторг? — Ну, был. Я здесь соглашусь с тем, что с каждым разом интерес все более угасает. То есть 17-я пресс-конференция, и действительно, и не ожидали уже чего-то особенного, и подустали. И вообще, ну, Путин, в принципе, ассоциируется уже с какой-то усталостью. То есть это, ну, имеется в виду усталостью восприятия. С одной стороны, он настолько уже привычен и понятен, и вот уже близок россиянам. Ну, как все, что десятилетиями нас окружает, вот все, мы попадаем в какую-то привычку. При этом от него ничего уже не ждут. И действительно, ну, и тут я соглашусь, сложно после Евдокимова что-то добавить. В том смысле, что действительно, приоритет вот этой военной риторики, внешних аспектов внешней политики, он прям вот, ну, был очевиден вот на этой пресс-конференции. То есть Путин нам рассказывал на любой вопрос, практически он отвечал, а посмотрите, как на Западе. То есть заходила речь про инфляцию в России, он рассказывал про инфляцию в Америке. Заходила речь там про какие-то военные расходы, он рассказывал про военные расходы в других странах. Значит, еще и еще какие-то моменты. То есть он все время отсылался на какие-то более худшие ситуации, которые там вот на загнивающем Западе происходят. То есть общеизвестно, что в восприятии наших лидеров нашей страны Запад, он уже всегда давно и основательно одной ногой стоит в могиле, и вот буквально скоро, наверное, закончится. И вот этим Путин очень сильно злоупотреблял в этот раз на этой пресс-конференции. Как для обывателя, а тем более как для рядового уфимца, там вообще ничего не звучало. То есть практически никаких конкретных новшеств. Иногда Путин раньше баловал нас какими-то идеями. А вот дам-ка я там по 10 тысяч, а вот еще там какие-то вещи. Хоть бы техосмотр отменил, например, и то это Госдума теперь сделала. То есть не было вот такого обывательского какого-то пряника, который он выдавал регулярно на этих пресс-конференциях. Преобладание и давление внешней политической повестки над внутренними политическими проблемами на самом деле, конечно, не могло вызвать там особого интереса у населения. То есть люди, во-первых, люди не верят в войну. Несмотря на то, что Путин многократно намекал на то, что она возможна, что у нас там может случиться так, что у нас не будет другого выхода, и вообще мы тут все в кольце врагов, и ракеты на нас нацелены. Современный человек, вот сейчас живущий в России, находящийся вне вот этой коммунистической пропаганды, которая у нас была еще 30 лет назад, уже не верит в возможность войны. Вот такой вот войны. Оградительный, защитительный или какой-нибудь освободительный. Ну, какие-то локальные боевые действия все равно не исключаются. Россияне, как выяснилось, даже вот эти грузинский конфликт не воспринимали как войну в полном виде. То есть для нас война это то, что это по телевизору показывает. То есть 22 июня, ровно в 4 часа и так далее, и так далее. И потому я считаю, что эта пресс-конференция Путина, это большой-большой провал. То есть вот помните фильм был в советское время «Свадьба в Малиновке», там был герой Папандопола. Все на пороге большого кипиша. То есть чтобы душа развернулась. То есть у вас душа не развернулась. Нет, совершенно не развернулась. Путин выглядел как-то очень, ну, оторванным от своих сограждан. Понятно. Вот видите, далеко не уходя от этой пресс-конференции, вот наша республика, как известно, засветилась на пресс-конференции вопросом местной телевизионщицы о возможной финансовой поддержке предстоящего юбилея Уфы. И еще желанием республики принять очередной чемпионат мира по хоккею, если получится так. Вот насколько, по вашему мнению, жизненно важно было поднять эти темы на федеральном уровне? И не признали, если мы при этом прилюдно, что Башкортостан уже не республика, донор, чем гордилась когда-то, а заурядный российский регион Попрошейка? Или я вот утерирую ситуацию? Все нынче живут с протянутой в сторону центра рукой. Все нынче живут с протянутой в сторону центра рукой. Это действительно так. То есть, если там бюджеты региональные посмотреть, они у всех регионов, по-моему, являются дефицитными. Ну, там, может быть, какие-то один-два есть субъекта с профицитом. И то, я сейчас точно помню, это не те, кого мы считаем передовыми регионами. То есть, там же есть проблема еще внутреннего долга государственного. Но вопрос-то о другом ведь ваш. А, собственно, что могла задать, какой вопрос могла задать журналистка? А вот что бы задал, например, журналист Евдоким, окажись вы там, на пресс-конференции? Ну, вопросов много. Ну, какую тему, хотя бы не вопрос, а саму тему. Какую бы тему бы отняли бы? Она бы не была связана с регионами. Я бы просто спросил, куда мы идем, какой образ будущего, как Россия будет развиваться. То есть, это более такой мировоззренческий, может, был бы вопрос. Но мы же предполагаем, что если журналист из региона прибывает, то он должен что-то спросить про свой регион. У нас там про квас спрашивали как-то, и в Вятске там разные были истории. Но я не помню, что... Вязные носки дарили. Да, да, да. Не помню, что региональный журналист когда-то задавал какие-то вопросы, связанные со стратегией развития государства. В основном, как бы, это удивительно, конечно, но они выполняют фактически функции лоббистов своих регионов. То есть, представительство интересов. А какое главное событие в республике? Ну, 450 лет Уфы, наверное, в ближайшие два года. То есть, я просто не представляю, а что она, в принципе, могла спросить у главы государства? Ну, не знаю, но если журналист показался там, что бы он спросил? Нет, я вот, прежде чем ответить на этот вопрос, что бы я спросил, да, я сейчас сидел и судорожно думал, что бы я спросил Путина. Но я хотел бы на другом остановиться. Вот давайте осмыслим ситуацию. Вот то, что правильно было сейчас сказано, что все вот эти журналисты, от каждой от своего региона, превратились в каких-то амбассадоров, которые там, дайте мне это, помогите то, у нас там крыша прохудилась, там нужна больница или, например, какой-нибудь томограф. Это была пресс-конференция. Это вопросы, которые задаются главе государства. Это не парад проблем или умение подать проблему региона так, чтобы добрый царь, значит, там, полез в карман и достал денежку. То есть это не сбор ходоков, которые пришли, да? Это, в принципе, стало какой-то странной конструкцией. То есть это не пресс-конференция. То есть пресс-конференция — это когда задают вопросы человеку, который отвечает на них. И более того, наверное, глава государства обладает определенной информацией, о которой, ну, было бы любопытно, ну, узнать, да, задать какой-то вопрос. А что мы хотим вот с этим делать? А как вот это, да? А еще что? То есть, ну, именно на уровне главы государства. А здесь, конечно, ну, я не хочу давать таких вот однозначных оценок этому нашему выступлению Башкирии на этой пресс-конференции, потому что они все лежат за границами дозволенного в смысле лексики. Вот то, что я думаю на самом деле о этом событии. Но это была страшная глупость. Вот выпустить эту девушку, чтобы она попросила денег. Но это же унизительно, это же как-то странно. Она говорит, дяденька, дайте, пожалуйста, нам денег, у нас там юбилей. А знаете, когда праздник, надо наряжаться. Андрей, я так понимаю, что это не было ее инициатива. Да, конечно, нет. Это было обговорено только на ком уровне. Она не просто обговорена была, она была отрепетирована сотни раз, просто, видимо, она волновалась. Ну, а к тому, что, ну, кто она такая, чтобы самостоятельно задавать вопросы Путина от лица целой республики? Ну, я иронизирую в том смысле, что, конечно, у нас это устроено так, что Зарафудинов с ней 15 раз и 2 раза медленно проговорили этот вопрос. Зарафудинов, это у нас руководитель. Да, руководитель и ее руководитель, и руководитель нашего всего вот этого вот башкирских СМИ. Соответственно, ну, конечно, это все было отрепетировано. И так плохо исполнить. А самое главное, о чем они думали, когда они придумывали этот вопрос? Дяденька, дайте денег. Ну, это же позор. Вот, видите, вы обратили внимание... Нет, а про хоккей вот это я уже закончу, да, свою эту возмутительную речь. А при чем здесь хоккей и Путин? При чем здесь чемпионат мира? У нас что, Путин, или это восприятие Зарафудинова Путина, это Господь-Бог, который распоряжается футболом, хоккеем, заходом солнца и прочими вещами, да, то есть Путин, кстати говоря, как-то опешил даже немножко насчет хоккея. Но, видимо, предполагалось, что и туда надо деньги тоже вложить. Да, нет, про деньги нет. Она же сказала, а мы хотим провести, вы нам помогите его провести здесь чемпионат мира. Ну, да ладно, вот глядите. Ну, это же бред, послушайте. Это же пресс-конференция президента. А вы обратили внимание, что вот там вот в журналистском так называемом пуле сидели люди, которые действительно пришли с какой-то боли. Вот видели плакат? Да, ну, там многие. Химпром, да, да, да. То есть это, по-моему, сибиряки в третий-четвертый год поднимают вопрос утилизации ртути там. Ну, вот это знаменитый город, да. И они называют это ЧП вселенского масштаба. Но у нас 2021 год, это год 30-летия нашего химпрома. У нас уже второе поколение детей рождается с диоксинами, так сказать. Ну, вот, пожалуйста, проблема. Почему бы об этом не поговорить, да? Еще о чем-то. 30 лет мы живем на этом могильнике диоксиновом. Нет, у нас много вопросов в республике. Я не поверю, что проведение двух каких-нибудь праздников, да, ну, хоккейного и городского, это единственная глобальная проблема региона. Вот больше нет проблем. Ну, или поднять, в конце концов, проблему, почему у нас такие тарифы высокие на отопление. Почему мимо нас проходят большие магистрали транспортные, например, да? То есть почему, ну, которые строятся сейчас в России, почему вот у нас действительно мы не можем снизить себе тариф на отопление. Ну, дофига вопросов. Да. То есть, и при этом, там, мы почему-то не исполняем программы по, там, ремонту, капитальному ремонту школ, да, то есть, может быть, нам, Владимир Владимирович, можно мы перепишем документы, а то у нас, там, министр образования бестолковый не написал заявку, можно мы снова подадим заявку? Кстати, какая сумма? Было бы миллиард. Было бы озвучено миллиард, по-моему, да? Миллиард. Хажин просто упустил этот миллиард. То есть, вот это было бы даже плодотворнее. Я понимаю, что это тоже унизительная история, но это было бы, ну, продуктивнее, конструктивнее бы. Что, кстати, вызвало озвучение Хабирова тоже на ВКС, когда он сказал этому Хажину, что, в принципе, ну, как так получилось? Ну, при этом он его хвалил, хвалил, потом спасибо, спасибо. Хабиров уже не может критиковать своих подчиненных, потому что иначе он сам себя будет критиковать, получается так. – А вот в ответе Путина вам не показалось, что он, в принципе, знаком с такими вот недоработками? – Попрошайками. Ну, во-первых, Путин был явно раздражен. Это было видно. Он, ну, раздражен постановкой вопроса. То есть… – Первая часть или второй? – Нет, по второй, по хоккею он просто сказал, что это не моя ипостась вообще. Я вам что, там, представитель Всемирной Федерации или кто вообще, кто решает, в каком городе будет чемпионат мира по хоккею, точно не президент России. А по первому вопросу он же очень интересно ответил. Он сказал, что в первую очередь нужно правильно распоряжаться теми ресурсами, которые уже выделены, в том числе в рамках нацпроектов. Вот тут бы ему узнать о том, что мы в рамках нацпроектов отказываемся от миллиардов, например, то, наверное, было бы понятно. То есть он достаточно абстрактно, но очень как бы четко объяснил, что, ну, никаких денег не будет. Это наш Башинфорум неправильно понял, что Путин даст еще денег. На самом деле он сказал, что нет. То есть это в переводе с путинского, это что нет. А вот так вы получите то, что уже получили. Вот так следует понимать. Конечно, конечно. А как вы считаете? Вы согласны? Ну, я думаю, что Путин ждал. И дело тут не только в вопросе, который наша журналистка задала. Собственно, он понимал, что как только начнутся вопросы от регионов, начнут просить деньги. Ну, или какие-то инфраструктурные проекты. Там кто-то просит на 450 лет города, кто-то там... Мост построить, кто-то там транспорт пустить из Ешкаралы, там до соседних регионов, да, или откуда там был вопрос. То есть сама система выстроена таким образом, что если вопрос идет из региона, то это будет просьба. Да, ну, собственно, об этом говорил. То есть вы хотите сказать, что отвечая Уфе, он ответил практически, вернее, предоставлял всех, что ребята, используйте рациональные те деньги. Ну, это очень универсальный был ответ, действительно. Вот он очень корректно, но очень универсально ответил, что не просто нет, не дам или там, да, приходите, вот, возьмите. Нет, он сказал, что нужно пользоваться теми ресурсами, которые уже выделены правильно, их использовать, распределять там и прочее, прочее, и пользоваться вот нацпроектами, например. Ну, при этом я не исключаю, что, может быть, какие-то дополнительные средства будут выделены. Конечно. Другое дело, что это не те средства, которые могут принципиально решить вопрос. Это не те средства, о которых мечталось в первую очередь, вот нашим вот этим мечтателям, речь идет о крупных инфраструктурных проектах. То есть у вас обоих осадочек все-таки остался от участия республики в этой пресс-конференции, получается, да? Нет, но мы получили ответ, который, в общем-то... Служили. ...который был очевиден. Президент сказал, используйте свои ресурсы, которые у вас есть. Вопрос, такой ответ. Понятно. По итогам прошедшей пресс-конференции Владимира Путина в местных СМИ добавили свое впечатление по году и наши чиновники. Так вот, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Егор Родин отметил, что по итогам 11 месяцев в республике ввели более 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что на четверть больше, чем в минувшем году. И что по этому показателю мы занимаем шестое место в России, первое в ПФО. А вот министр СМИ труда и социальной защиты Ленара Иванова обрадовала тем, что в республике в настоящее время безработица достигла своего исторического минимума. Подчеркиваю. 3,8% по методологии Международной организации труда. Вот вопрос к вам. Означает ли это, что Башкортостан на подъеме? Пожалуй, что нет. В том смысле, что, ну, во-первых, если правильно воспринимать то, что сказал господин Родина и сказала госпожа Иванова, то это совсем не то, чем они гордятся. То есть мы структуру ввода жилья знаем прекрасно, о чем речь, почему у нас там 2,6 миллиона, потому что мы каждый коровник и каждую веранду в частном секторе вписываем в эти миллионы квадратных метров. По поводу докладов госпожи Ивановой тут вообще отдельная история. Тут надо, пожалуй, что, ну, в следующем году будет делать целую ревизию ее деятельности в том смысле, что, ну, есть уже признаки того, что на самом деле ее статистика ничего общего не имеет с реальностью во многих аспектах, значит. Так что нет, я бы не мог бы, опираясь вот на два вот этих вот актора, двух вот этих докладчиков, условно говоря, делать такие выводы, что мы вдруг начали процветать ни с того ни с сего. И вообще вот это поспешное заявление о том, что кризис миновал, там, ковидные проблемы закончились, и мы тут восстановили уровень экономики, вот я бы как-то осторожнее бы в этом говорил, потому что, ну, может быть, и статистическая эквилизистика вот эта, и статистическая работает у них в руках, да, но это не говорит о том, что все налаживается. Вот знаете, у нас когда недавно выяснилось, что слишком много бедных в России по некой методике подсчета, то есть статистически их оказалось очень много, что сделали? Не стали бороться с бедностью, а изменили правила измерения этой бедности, и бедных стало меньше. То есть ситуация не менялась физически, ситуация поменялась статистически. То есть тут же то же самое примерно здесь с госпожой Ивановой и господином Родином. То есть все вот эти реляции, это, конечно, вещь весьма сомнительного количества. Николай, а ваши точки зрения? Ну, я думаю, что, смотрите, есть статистические показатели, доверие к статистике, конечно, низкое в обществе в целом. Да, и особенно когда, например, среднюю зарплату озвучивают по региону там или в той или иной сфере, да, в тех или иных отраслях, это сразу как бы подрывает там всякое доверие к статистическим данным. Но в целом, на мой взгляд, развитие республики, я не сказал, чтобы мы находимся в какой-то пропасти, мне кажется, оно по большей части инерционное, по большей части инерционное. Вот если посмотреть, скажем, отдельные статистические показатели, ну, на фоне других регионов, да, мы смотримся, не скажу, что лидерами, но как-то какие-то более-менее вменяемые показатели. Рейтинг инвестиционной привлекательности. Просто, понимаете, тут вот есть статистика, а есть вещи, которые люди своими глазами видят и говорят, ну, а как так мы вот среди в рейтинг инвестиционной привлекательности там в пятерку попадаем, осина например, да, кстати говоря, близкая к Кремлю, да, к контору, по сути, связанной с федеральной властью. А вот в реальной жизни мы прямо противоположное видим, да. То есть, поэтому возникает такой диссонанс, и действительно кажется, что вот те официальные данные, которые публикуются и которые озвучиваются, они не вполне как бы соответствуют действительности. Но в целом, на мой взгляд, как бы республика развивается инерционно, и в этом смысле она мало чем отличается от других субъектов. Ну, наверное, да, мы по каким-то показателям по-прежнему среди лидеров ПФО, и может быть, где-то даже в России, но надо иметь в виду, что у нас и база, в общем-то, существенно больше, чем у других субъектов Российской Федерации, в том числе экономический потенциал, численность населения, там и другие показатели. Ну, в начале я все-таки сделал большую заявку, что мы попытаемся, как бы, послесловие года минувшему в целом, вот коротенький вопрос и коротенький, может быть, ответ, чтобы перейти уже к следующему, скажем, направлению разговора. В разговоре, вот что вам считаете достижением в году уходящим, казалось, и что расстроило, может быть, более всего? По поводу достижений я не могу вот сейчас четко понять, что бы я мог выделить, ну, из жизни республики, да, то есть, какое событие, значит, нам, ну, как бы, должно было нас вдохновить и порадовать, да, то есть, ну, жили-жили, как могли, называется, да. По поводу, там, расстройств, то, что опечалило, ну, во-первых, вся вот эта атмосфера, ну, ковидная вся вот эта история, конечно, она не могла не радовать, там, вернее, не могла радовать нас, но уже мы начинаем привыкать. Радых нам мало. Да, ну, меня очень расстраивает город, меня расстраивает Уфа. Я городу хотел перейти следующим вопросом, вот, короче, направление. И вот то, что с ней происходит, ну, как бы, да, ладно, обсудим тогда следующим вопросом. Я не могу выделить какого-то яркого события, которое нас будет отдельно радовать. У вас минорное настроение, я понял. Ну, если говорить о достижениях, ну, мне кажется, все-таки в довольно сложных, довольно сложной ситуации, ну, и сразу скажу о проблемах, да, то есть, ключевая проблема, на мой взгляд, в том, что и в республике, но и в целом стране нет, так и не выработана политика в отношении борьбы с ковидом и вакцинацией и так далее. И власть и региональная, и федеральная, вот весь год она шарахалась из страны в сторону, там, то проводя мероприятия, то вводя ограничительные меры, то снимая их, то там, то опять. То есть, нет единой стратегии. Иначе говоря, в решении этого вопроса и людей это, конечно, очень сильно раздражало, особенно под конец, когда вот этот QR-код и начали обсуждать и возможность их введения. Что касается позитивных моментов, ну, я думаю, что, наверное, позитивным можно назвать то, что по там большинству показателей все-таки республика превысила прошлогодние цифры в экономике. Ну, понятно, что прошлый год был ковидный, там полгода ничего не делали. Ну, это низкая стартовая позиция. Да, эффект низкой базы. Но, тем не менее, как бы какой-то прогресс есть в этом направлении. То есть, ну, будет он или не будет развит, посмотрим, потому что в 2022 году уже более объективные данные, наверное, мы получим. Понятно, спасибо. Ну, давайте сменим тему. Вот, кроме вот политики и цен в магазине, нашего человека, конечно, беспокоит и состояние среды обитания. Вот то, к чему Андрей начал было подкрадываться в своем ответе, и я сказал, что давайте мы выделим эту тему отдельно. Вот мы с вами уфимцы, значит, поговорим за город. Вот Башкинская столица не просто большой мегаполис республики, это еще и центр принятия, считая, судьбоносных решений в какой-то степени законодатель всего передового должна быть Уфа. Вот город соответствует своему статусу, вот как считаете? Это вот я подвожу вас к эпохальному событию в жизни уфимцев. Наш улыбчивый мэр Сергей Гриков нашел наконец-то в конце года время для общения со СМИ, но вот восторгов по этому поводу почему-то было мало. Чем вы это объясняете? Ну, я лично, например, объясняю это тем, что мы довольно быстро, теперь уже довольно быстро разобрались в том, что происходит вот с управлением городом. Предыдущим мэрам понадобилось больше времени на то, чтобы мы, ну, стали их понимать, кто они такие, и дать им оценку. И, к сожалению, та оценка, которую сейчас в массе свои горожане дают вот нынешние администрации Уфы, это оценка негативная. Вот, но я хотел бы выжить, вот, когда зашла речь о том, что какое событие особенно там, условно говоря, зацепило и с точки зрения негатива вот в городе, я бы хотел отметить эту историю с генпланом все-таки. Мало кто понимает, насколько вот это решение Нижегородского суда об отмене вот этих земельных решений в Уфе, как оно может на самом деле повлиять на город. Вот сейчас вот все бегают с этим генпланом города, который пытаются протащить через как бы общественные слушания, и тут происходит некая возня вокруг этого генплана, а по сути вот это решение суда, оно вообще-то перечеркивает массу вопросов. 34 крупных объекта находятся под угрозой строительства. То есть мы, на самом деле, город, вот понимает это греков или не понимает, я не знаю, но город находится в таком положении, что если вот это решение Нижегородского суда устоит и апелляция его не отменит, то все их, вся вот эта их возня по поводу генплана, это все ноль, это пшик. То есть мы сейчас получим там, есть угроза того, что мы еще получим еще 6 тысяч обманутых дольщиков, что мы не получим ряд социальных объектов и прочее, прочее. И кроме всего прочего, тут момент какой. Вот мы оцениваем мэрию, да, почему мы так быстро дали ей негативную оценку? Мы видим, мы понимаем, что они не отвечают за свои действия. Вот нынешние. То есть, да, мы много ругали Елалова, значит, до этого ругали Качкаева, и там действительно есть, к ним были вопросы, но эта мэрия просто, она, ну, каким-то совершенно катастрофическим образом некомпетентна. То есть, получить в такой короткий период времени отмену стольких решений, то есть, вот я имею в виду вот эти земельные вещи, да, то есть, сейчас там какое-нибудь, берем какое-нибудь садовое кольцо, которое влезло в этот масштабный инвестиционный проект, а сейчас говорят, а знаете, город все сделал так неправильно, что вы и землю вот эту не получаете, и деньги, естественно, вам никто не вернет, и люди, и многие останутся там, значит, эти дольщики, вкладчики и прочие без квартир. Это что такое? Вот это иллюстрация действия мэрии. То есть, это не какая-то маленькая ошибочка, ой, забыли там цифру поставить. Это какая-то системная некомпетентность. Андрей, вот вы говорите мэрии, вы говорите, подразумевая мэра. Я имею в виду администрацию. Я имею в виду мэра, мэра, вице-мэра и еще вокруг. Нет, конечно, там есть исполнители, а есть люди, принимающие решения. Понятно, что там какой-то маленький специалист, он там ни за что это не в ответе за эти вещи. Но когда проведено такое количество решений, которое судом отменяется, это говорит о какой-то уже системной некомпетентности. В последствии ручного управления нашей мэрией. Нет, я вижу здесь впоследствии того, что Радий Фаридович нам поставил управлять городом человека, который не может управлять городом. Ну просто не потому, что Греков плохой. Он, скорее всего, даже хороший человек. Он набожный, он многодетный отец, он замечательный там спортсмен и прочее, но он не мэр. Понятно. Вот здесь Радий Фаридович, конечно, промахнулся. Николай, а вы? Вот вопрос. Что по поводу городской администрации, да? Нет, вот была пресс-конференция. Тоже событие пахально вроде для, особенно для наших журналистов, но почему-то я от своих коллег, восторгов по поводу вот этой пресс-конференции не слышал. В чем причина, как вы думаете? Ну, у меня сложилось впечатление, что новая администрация, но относительно новая, все-таки больше года прошло. То есть мы же обычно отдаем полгода для того, чтобы раскачаться, и потом начинаем смотреть на результаты. У меня ощущение такое, что пока... Даже не полгода, а три месяца, сто дней. Ну, по-разному. Ну, как бы там ни было. Пускай. В любом случае прошло больше года, потому что де-факто Грекова ведь в декабре прошлого года поставили руководить городом. И у меня складывается впечатление, что пока до сих пор ни действующий мэр, ни команда, которые с ним, они, в общем-то, не поняли и не разобрались с тем, как это работает. То есть какие рычаги, какие кнопки следует нажимать. Вот судя по пресс-конференции, вот у меня сложилось впечатление, что Греков, ну, действительно, как бы он выглядит... Ну, может вызывать симпатию, но он выглядит как человек, который хочет всем понравиться. Вот видите, вот цитаты из пресс-конференции. Я вам только две приведу, а вы уж прокомментируйте. Первое. Мы хотим, чтобы Уфа стала городом для пешеходов, а не для автомобилистов. Появилось много новых автобусов, пассажиры ездят в прекрасных условиях. Это первая цитата. Вторая. Мы хотим создать новые точки притяжения в городе, чтобы жители могли совершать прогулки по этому маршруту, чувствовать себя, безопасности и комфорте. Но здесь вот меня, знаете, что смущает? Уфа больше по территории Омска, Воронежа, той же Казани, того же Уорска. Длина протяженность проспекта Октября только одного — 9 километров. Это мы должны вышагивать по этим длинным маршрутам, получается, и ездить в автобусах и выглядеть при этом счастливыми. Надо понимать, что все это, вот то, что вы сейчас процитировали, Греков сказал голосом госпожи Сараповой. Он такой же урбанист, как Сарапово-астронавт. Слава богу, что ее еще не назначили лицемэром. И вот, понимаете, да, вот это еще одно подтверждение того, что человек не со своего голоса поет. Потому что, ну, Сараповой кажется, что это хорошая идея, а Грекову, собственно, у него своих мыслей, на видимо, на этот счет нет. Вот он и повторил то, что она сказала когда-то и где-то. Город для пешеходов. Ну, это утопия, это вы правы, в том смысле, что у нас есть много насущных городских проблем, в том числе и транспортных, в том числе и проблем доступности. А вот этот шик с прогулочными... Транспортно я не согласен, потому что, по словам Грекова, автобусы и пассажиры едут в прекрасных условиях и чуть ли не улыбаются. Нам остается только решить, мы будем верить на слово Грекову или мы будем верить собственным глазам. Кстати, сейчас новая фишка появилась. Сарапово и ее коллеги, будем так называть, заинтересовались и продвигают идею с улицы Октябрьской революции. Там, по-моему, выделено около миллиарда, да? Да. Освоить надо. А, вот. То есть причина, внимание, кандидатской революции, это в деньгах, которые выделены. Миллиард 300 миллионов. А вот это вот кольцо около центрального рынка, как вы считаете? Ну, вот эти вот идеи, которые нужны, если даже они есть, вот если эти идеи есть, и если даже под ними есть какая-то целесообразность, подоплека, ну, давайте их хотя бы обсуждать. Вот это прозвучало, как гром среди ясного неба, там какое-то решение подписано, постановление, и никто, не разобравшись, уже забегал из-за кудахтал. Но это вот общие манеры наших властей. Они не умеют разговаривать. Они не считают нужным разговаривать ни с горожанами, ни с согражданами в целом. Разговаривать они могут. Вот, глядите, я обратил внимание еще на одну такую фишку, что стало модным у нас сегодня собирать, вот, по примеру, инцидент менеджмента, всякие колл-центры. И вот создаются они по сбору жалоб о работе общественного транспорта, функционируют системы ЖКХ в осенне-зимний период. Вот подумалось, разве контроль за жизнедеятельностью вот всех этих служб подразделений не принимая обязанность начальников? Или мы имеем дело с созданием, вот, знаете, эффекта выпускания пары? То есть народ пошумит, пошумит через порталы жалоб, а мы чиновники, мол, примем все к сведению, если посчитаем нужным. Абсолютно так, да. Так оно? Да, нет, и плюс к этому еще идет имитация вот этой вот открытости, так называемой, которую мы сейчас возвели в ранг чего-то очень такого сакрального и важного, да. То есть кто-то им сказал, что начальник должен выглядеть открытым. И тогда к нему народ потянется, и тогда все будут довольны, и будет меньше критики. На самом деле нет. Чем более открытый начальник для народа, чем ближе его лицо к народу, тем, ну, ближе помидор кидать. А есть универсальная еще фраза. Когда вот что-то они не то делают, они всегда используют такую коронную фразу. Просим у финцев отнести понимание. Понять и прости. Понять и прости. Николай, а вы как считаете? Ну, а вы столько вопросов сразу поняли, то есть по какому поводу-то. Вот если говорить о тех садах, которые вы привели, да, я, честно говоря, не вижу здесь ничего такого предосудительного. На мой взгляд, вполне-таки типовые фразы для городского чиновника. Я подозреваю, что мэр каждого города говорит примерно то же самое. Примерно одно и то же. Вряд ли имелось в виду, что весь проспект нужно сделать пешеходным, там, может быть, какие-то зоны. Другое дело, что я соглашусь, что... Ну, это рефреном уже весь год идет о том, что сделан пешеходную, Уфу, как называется, зона общественного комфорта. Ну, это же тренд, который везде имеет место быть, и, естественно, греков его транслируют, как мэр города Уфы. Ребята, уфинцам надо добраться утром на работу, вечером с работы, до общественного ему пространства в первую очередь. Тут вопрос приоритетов. То есть, что важнее, что не важнее. А есть еще моду, как правильно Николай говорит, есть тренд. И деньги, которые вложены. Чего-то не поболтать, да, еще миллиард триста. По поводу, вот, я соглашусь по поводу того, что нужно обсуждать вещи, такие как, там, Октябрьская революция, превращение ее, там, в пешеходную зону, да. Потому что, я сколько помню, вот, вариант с тем, чтобы сделать пешеходную улицу в Уфе, обсуждается, ну, лет 15, наверное, уже. Уже Казань успела сделать, там, еще что-то, да. Мы все обсуждаем и обсуждаем. Товарищи умные политологи и политтехнологи, у нас осталось еще где-то 3 минутки. Я хотел бы вам задать еще один такой вопрос, который меня вот как-то вот озадачил. Вот многие обратили внимание на увеличение обращения жителей республики в адрес руководителя следственного управления Александра Бастракина. И вот что им при этом интересно, он весьма оперативно реагирует на сигналы с места. Он вот со всеми регионами так? Или у него какое-то особое отношение к республике? Вот что может стоять в данном случае вот за вот этим вниманием уважаемого господина Бастракина к Башкортостану? Ну, со всеми регионами так. А, со всеми, да? Ну, по крайней мере, со многими. А ты, я же думал, может быть, Бастракин в душе башкир? Не знаю, но понятно, что просто те случаи, о которых мы говорим, они резонансные для нас. Вы имеете в виду там и Моргенштерна, к которому, правда, он добровольный, я так понимаю, без его просьбы обратился. Вот, и, соответственно, застройщики, последние там обращения, да, вот, которые в республике были... Там и дольщики, и застройщики. Дольщики, да. А не захватывается ли здесь какой-то тренд? И если что, чуть что, сразу обращаться к Бастракину? Ну, раньше обращались к Путину, сейчас, видимо, решают, что лучше напрямую сразу в Следственный комитет и, соответственно, это быстрее. И эффект-то при этом получается намного быстрее. Даже он по поводу и гостиницы Лидо тоже. Нет, ну, сразу же, да. Ну, я не соглашусь, что это типичная ситуация для всех регионов. Есть что-то здесь, какая-то патология здесь присутствует, вот, по крайней мере, ну, вот в последние пару месяцев, когда вот, ну, действительно стало, во-первых, ну, много-много этих обращений и именно к Бастрыкину. А почему люди не пишут, там, в МВД, там, в Спортлото или куда-нибудь еще, да, куда у нас обычно пишут, да? То есть вот именно Бастрыкин. Это тоже отрицать нельзя, что вот на нем сфокусировалось. Ну, а потом скорость реакции. То есть вообще-то в этом бюрократическом мире устроено как? Ну, обратились ко мне люди. Окей, во-первых, нужно по форме обращаться, желательно, чтобы на коленях. Ну, ладно. Ну, по крайней мере, с подписью. Потом это все, там, номер присвоили, отправили, там, по... Исходящих. А здесь прямо чуть ли не по телефону, значит, он несчастному этому чернятеву без конца дает поручение разберись с этим, разберись с тем, вникни вот в это. Ну, не соглашусь, что это типовая история. А вот почему я, у меня, пожалуй, нет такого прямого ответа, почему такой интерес к Башкирии именно у Бастрыкина, вот такой вот прямо обостренный. Ну, может быть, какие-то клановые, как бы, разборки происходят, о которых мы там до конца не знаем. Там, Игорь Иванович Сечин, например, с Хабировым или наоборот. То есть, а Бастрыкин человек Сечина, ну и так далее. Ну, это уже из этой... Из теории заговора. Но я все-таки склонен считать, что это аномальное внимание к региону, на самом деле. Ну, и последнее, коротенько, год прожили. Каким он сложился для нас всех, по вашему мнению? Ну, я уже сказал, что, на мой взгляд, это был год преодоления инерции, вот тех событий, которые в 2020 году были заложены. Ну, надеюсь, что 2022 год станет годом развития уже, пока это инерция. Андрей? Ну, для меня это был воплён в смысле тревожный год, и вот он заканчивается так тревожно, то, что вот я имею в виду эти все разговоры про грядущую войну и прочее. Я соглашусь, что это действительно год преодоления последствий, да и скорее еще даже, ну, мы еще и не вышли из самого процесса, я имею в виду пандемию. Такой, неровный такой год был. Может быть, следующий будет поспокойнее. Спасибо вам большое, и с наступающим вас. Хочется верить, что у нас следующие совместные эфиры, возможно, будут более оптимистичнее и более радостнее. Спасибо вам еще раз. Спасибо, спасибо. Спасибо.